всем привет кто смотрит мой канал яковлев life хочу вас попросить еще рекомендовали мой канал для просмотра своим друзьям близким в общем ребят ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты в соцсети что еще могу вам сказать подписываемся на меня в контакте telegram яндекс дзен в общем ребят не буду вас томить погнали смотреть видео представьтесь пожалуйста вы кто уезжать не можете принимайте меры сбили человека дтп тротуар нечего по тротуарам ездить еще камеру мою тронул а где вы сейчас находитесь кто такой выйди сюда пока я не слышал выяснять ладно примите просто от меня заявление а потом уже выяснять что хотите первая обязанность в полиции заявление от гражданина а уже остальное выяснять без меня чтобы мое меня с вами моё время самое ценное это ему неинтересно кто ты такой вообще а кто ты такой у меня хоть борода есть у тебя меня вообще там на пятна и коржановского 15 спросили вы кто группировка я ответил лейтенанту гражданина вроде с смогли костей поставил За спамингом называется. Попробую бежать. Телефон доверил. Уступление гены и правонарушения, совершенных сотрудниками органов, в целях проведения объективной проверки по вашему сообщению, а также включение коррупционной составляющей разговор будет написан. Выясняет? Он закрылся в этом машине и все, не вылазит. Игорь, они вон там сваливают. Здравствуйте. Хочу оставить жалобу на сотрудников ДПС, которые сейчас приехали на Крышиновского 15 корпус 2. Госномер автомобиля Ольга 3738 78 регион. Лейтенант не представился при обращении ко мне как гражданину. Крышин. Не слышал? Я не могу сразу одновременно записать. Камиль вашу назовите, пожалуйста. Записали? Алло. Я не слышал. Звуков никаких не идёт. Хорошо. Хорошо. Привет. Выпускаем человека? Выпускай. Выпускай. 31 статья Конституции. Я не хочу сообщать адрес моего домашнего проживания, чтобы ко мне домой никто не приехал. Вы сейчас звоните. Все правильно. Я наставляю. А мне нужно ответ на электронную почту. А не на домашний адрес. Я на кого? Значит, смотрите. Лейтенант полиции. Автомобиль номер Ольга. 3730. Зафиг на полотне вас остановили. Меня не останавливали. Мы вызвали сотрудников полиции на нарушение правил дорожного движения парковка на тротуаре. Сотрудник полиции не представляется при обращении к гражданину. Я всё-таки вам рекомендую пообщаться с клиентом. Может быть, решить его проблему. Мы рекомендую остались. Я-то сам знаю, куда мне их оставлять. Я буду общаться с тем, с кем я пожелаю. И вы мне не указ. А он сейчас с бордюра съедет. Машину убрали? Нет. На тротуаре паркуются. Ну, вот как вот. Людям негде ходить. Совсем оборзили уже. Они негде ставить. Это их проблема. Сколько людей, столько и машины. Это их проблема, что им негде ставить. Нечего покупать машину тогда. Смотри, аккуратно. Они наезжают. Куда? Значит, представьтесь, пожалуйста. Вы кто? Человека сбили. Всё, уезжать не можете. Принимайте меры. Сбили человека. ДТП. Тротуар. Лейтенант, представьтесь. И сержант, представляйтесь. Ты чего там ругаешься? А, ты зачем мне по штанам на штаны наехал? Конечно. Не трогай мою машину. Нечего по тротуарам ездить. Ещё камеру мою дронул. А где вы сейчас находитесь? Здесь разметка. Охренел вообще. Какая разметка? Знак парковки здесь есть? Наедь на меня ещё раз. Попробуй. Давай, давай. Беги отсюда, трусишка. Водитель, осадавливайся. Водитель. Вольфлаген. Вот, наконец-то. Начали смутить дорогу. Припаркуйся нормально, чтобы люди могли проехать. Он мне на ногу наехал. Он мне на ногу наехал. На ногу мне наехал. Поднимаешься. Да. Машина там приседет документок. Он на меня наехал. Довольно мне попачкан. А можно сюда какая-то представься? Почему он не выполняет наш федеральный закон? Что вообще такого происходит? Лейтенант, почему ваш подчинённый не представляется? Так, ладно, снимайте руки, я пошёл как раз бегаю в центр. Я смотрю, тебе стоп-хабовские понравились. Там функция игнора включена. Я требую как гражданин незамедлительно принять от меня заявление. Я уже 10 минут жду. Вас двое, человек. Я закрою. Вы можете общаться сколько угодно. Выполните, пожалуйста, законные требования к нему. Не трогайте здесь. Я не трогаю. Я стою. Сержант, ты прощаешься. Ты мне даже не представился. Ты кто такой? Выйди сюда, поговори. Чего сказал? Ответственного сюда вызывайте немедленно. Ответственного сюда немедленно вызывайте. Немедленно ответственного сюда. Хамело уже совсем что ли? Дослужился до сержанта все что ли? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации, когда при инспекторах ДПС человека сбивают на месте, они забирают водителя к себе в машину. Человек, которого сбили, пытается дать заявление, а ему говорят, пошел вон отсюда. Это нормально? Жалобы. Мы не комментируем. Нормально, ненормально. Не, просто если это нормально, то тогда жалобы не будет. Проводится проверка, вам приходят письменные ответы. Вы желаете жалобу оставить? Конечно. Да, я, конечно, желаю оставить жалобу. Только я не знаю, как их зовут, они боятся представляться. А вон, типа номер эти машины есть. Что еще раз? Ваня Балия. А, я не знаю, в каком районе, могу сказать адрес. Это Невский район. Это Невский район. Машина Ольга, 3787. Улица Коржановского, дом 15, корпус 2. При них сбили человека, они вообще никак не реагируют. И это ваша жалоба, чтобы проводить этот проверка, вам придется. Что делали? Мы нечестные блогеры, которые мараулили эту машину. Кого? Ну, конечно же, вы пришли с камерой. Ну, конечно же. Ну, конечно же. Мне просто бабушка Бэтмена купила камеру, сказала, Най, снимай. И что дальше? Сказала, Най, снимай. И снимайте. Нарушителей. А что больше негде вообще нарушить? Негде. Почему вы там прикопались? Негде. Ну, вот к водителю прикопались, который совершал административное правонарушение. Он мне по коленку ударил. Потому что вы его подстроили. Если уж на то пошло, то вы сделаете тоже. Вы блокируете машину. Понимаете? Он, по секундочку, дайте, да, я договорился. Тогда я тоже договорился. Вы встали и сблокировали. То есть он вам проходу вам не мешал. А что надо было сделать? К нему поклониться, дай отойти? С тротуара? Не надо, к вам все. Не надо? Да, для начала. Ну и все тогда. Я нахожусь на тротуаре. Я на законных основаниях. На тротуаре. Водитель не на законных основаниях. Находится на тротуаре. Дальше что? Что? Это будет отправлено все ваше руководство в УБИР. То, как вы общаетесь с людьми. А заявление от меня. Да. Вас, не думаю, уволят. Научат правила дорожного движения. Лучше бы помалкивали вы водители. Да мы сами помалкивали. А вы сами-то хамы вообще. Мы с вами не знаем. Вы сами провоцируете ситуацию. Нечего, встревать в разговор туда, куда не надо. Сами провоцируйте ситуацию. Дядя спровоцировался на УБИРе. Сядь в машину и сиди. Сядь в машину и сиди в своем УБИРе. Сядь в машину и сиди. Никому не нужную. Сядь в свою машину УБИР и сиди. Вы со мной идете. Отойдите от меня. Вот если вы хотите бороться. Дядя, сядь в свою машину Uber и сиди. Слушай, дядя, ты сам бы шел бы своей дорогой, понимаешь? Я хочу, там я нахожусь. Ты на работе. Вот и сядь в машину. Вот иди в своей дороге. В своем Uber. Да надо сесть, вы еще хамы. Я думаю, что надо на это водителя жалобу написать в Uber. Сидите. Я думаю, на это дядя написать жалобу. Так и не катайте. Так а вы сами вызываете? У меня своя машина. Сами вызываете? Никто не вызываете. Дядя, я думаю, ты лишишься работы. Слушай, дядя, иди шел бы ты. Это политика такая, компания Uber, да? Людям. Разно. Это политика такая, блогера. Давай, Валера, чеши отсюда. Валера, сядь в машину и сиди. Чеши сам. Я говорю, сидя, не чеши. Твою лысинку потешу. Валерка, иди сюда, потешу лысинку тебе или почеши своей. Своей. Сейчас ты тазвари, чеши. Слушай, а Валерка-то пристегнулся или нет еще? Валерка, пристегнись. Валерка, пристегнись. Давай, давай. Че давать-то? Валер, ну это лучше пойду. Фотографируй. Пристегнись, Валерка. Опа, выполнил законные требования граждан. Ой, законные. Как правила дорожного движения? А фары-то не включил? Вот и езжай, Валерка. Езжай, Валера. Оба, на. Не по себе. Все сразу пусто. Вот так вот. Нормально. Гипотедэ. Будьте добры, предоставьте мне их. В противном случае будем собирать. Должен договорами. Обязательно. Я покажу. Там есть тема. Прошу. Товарищ майор. Здравствуйте. А вы не ответственный? Я не ответственный, но я, грубо говоря, от ГАИ руководителя. Я требовал ответственный. Вы можете требовать все что угодно. Ну просто лейтенант на протяжении примерно 20 минут я не представился, не лейтенант, не сержант. Негодяй. А вот, согласен. Принять заявление 20 минут я требовал от него, чтобы он меня заявление принял. Так и не принял. А вот. И все, и уехали они. А еще сержант послал человека. Да. Он мне сказал, сержант сказал, пошел сам. Или пошел ты. Пошел ты, да. Ну давайте мы не будем это самое. Нет, давайте. Давайте сержант превысил должностные полномочия, послал человека. Пожалуйста, предлагайте. Изложим. Если можно, кто-нибудь сможет принять у меня заявление? Конечно. Пожалуйста, все бланки какие нужны. Или вы устно? Нет. Я устно заявление не принял. Вот это поворот! У меня бланка серьезная. Пожалуйста, 36 приказ министра МВД, вы отказываетесь. Уже отменили. Вы, пожалуйста, листочек бумаги. А где я их возьму? Листочек бумаги, ручку. А я хочу, чтобы вы не писали. Сотрудников полиции, это как, у них украли бумагу. Скорее всего. Сейчас мало, где перестал? Давай, давай. 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 Сотрудник. Вкусно не хотят? Листочек бумаги дадите. Дам Диме ручку. Нормальный кипиш. А этот тоскился где? Вот смотри, и все, и уехали. И уехали. Все. Вот два майора приняли у меня заявление. Нормальный отдел такой, лейтенант уехал, не приняв у меня заявление. А машины потихонечку переставляют, короче. А где полицейский? Чего в личных национал? Вон они, Игорь, поехали. Да эти-то свалили, я понял. Игорь требовал ответственности. Ну, я тоже руководитель. Ну, я тоже руководитель. Принимать заявление не буду. И что, я просто... Вот просто министру отправляешь это видео, сейчас машину переставим, мы уехали, короче. Так и будет, так и отправим. Все, уехали, опять звонили. Внимание, произошло соединение со службы ягодственного вызова полиции. Обратите внимание, все разговоры записываются. Ягодственного вызоваrier. Ягода не смогла, давайте посмотрим. Ягода не спрашивает. Тоже? Гэй. Тоже так. Автосаулона такого еще не было. Тоже? Зато по поводу заявки на Коржановского, дом 15, корпус 2. Все, звоню и звоню, звоню и звоню. Оставляю уже жалобу на вторую машину ГИБДД. Ольга, 02-02, 78-й регион, приехали два майора, не представились. Стоят две машины, нарушают правила дорожного движения на тротуаре, не привлекли к ответственности. Сели в машину и как трусу уехали. Трусы, я так и говорю, так и напишите, что трусы. Хорошо, автомашина, Ольга. Ольга, 02-02, 78-й регион. Ольга, 02-02, 78-й регион. Что вы передадите? Жалобу передадим. О чем? О том, что два сотрудника как трусы сбежали с места происшествия? Это позор для МВД. Вся видеозапись, сейчас все фиксируется на видео. Это все будет публиковаться, Невский район. Хватит позориться. На всю страну будете опозорены. Вы мне это в какой целью высказываете? В целью той, чтобы вы начали служить и не бездействовали. Вызывайте сотрудников ГИБДД обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдемте, посмотрим. Он находится на цветочке. Если понравилось, связаться можно, наверное, по обстоятельству. Факсы понравились. Факсы, конечно, надо понимать. Пройдемся там или распечатаем, посмотрим. Нам нужно понимать, как действует. Не более того. Давайте. Сотрудники полиции, будете привлекать машину, которая стоит? Да ладно, что стоишь с машиной? Будете привлекать машину? Кто-то меня примет сегодня. Конечно, примет. Тех просил 20 минут. Уехали сейчас. Взяли, уехали. На улице маску? Ну, вы со мной общаетесь. Полтора метра социальные, два метра больше. Ну, это вам положено маску носить, потому что вы общаетесь с гражданами Российской Федерации. Что вы хотите сейчас? Служить народу. Вот что хотите. Уже более полчаса пытаюсь подать заявление. А как вы его примете? Как запишите? Составляйте на бумаге, можете записать. Нет, вы берите протокол принятия устного заявления, принимаете согласие 736-м приказу. У меня нет с собой протокола устного заявления. Путин сказал, у всех есть. Ну, возможно. К нему, да, обратиться? Просто прокуратуру уже писали, и потом этого сняли человека, который и так сказал. Не знаю, к кому обратиться. Ну, скажите мне, что обратись к Путину, я так и сделаю. А зачем вы меня провоцируете? Я не провоцирую, я вам говорю, принимайте заявление. Представьтесь, пожалуйста. Заместитель командира отдельной роты ДПС. Кудрявцев Андрей Олегович. Убестоверение ваше, пожалуйста. Пожалуйста. Представился ни в полном объеме. Ну, не ваше. Ну, не ваше. Ну, вот так. Все вопросы не ваше. А предыдущий наряд, кто езжал, это ваш? Кудрявцев Андрей Олегович. Годин, дочь. Не до конца прочитали. А вот предыдущий наряд, это ваши сотрудники приезжают? Наши. Есть. Вы с заявителем разговариваете? Майор. Слушайте, ну я заявил, это кому-то поздно. Майор Кудрявцев, вы с заявителем разговариваете. Майор Кудрявцев. Вы же заявление принимали. Майор Кудрявцев. Сейчас, подождите, пожалуйста. А, подождать надо? Обязательно. Майор Кудрявцев, служить народу. Знаете как, присяду забыли, я вам напомню сейчас. Вот это позорище, ну честно, реально позор. А куда они все ушли-то? А, договорёнка идёт. Здравствуйте, а вы примите заявление на работника полиции? Майор Кудрявцев, ГИБДД, приезжал по заявке. Прижимал, я обратился к нему с заявлением. Во-первых, он потребовал от меня на улице одеть маску. Дальше я обратился к нему с заявлением. Он просто взял и с руководством дилерского центра Киев просто ушёл туда, о чём-то там договариваться. Я не знаю, о чём договаривать, что он туда пошёл. То есть он не принял отказ от принятия заявления. Вы поступали? Да, отказ от принятия заявления? Да. Крыжановского, 15, корпус 2. А в салонах все. Майор Кудрявцев его повели. Спасибо. Сержант, будешь представляться? Здравствуйте. Здрасте. Я принес к вы... Так, пускай выйдет-то. Калинин, удостоверение, будьте добры. А зачем? Не надо, правильно, потому что я обращаюсь. Не обязаны. Правильно? Смотрите, мы сейчас... Есть ли, по вашей жалобе? Да. На данного этого... Просто мы, смотрите, мы хотели выяснить... Вы просто гоните, знаете... В смысле гоним? Сейчас, сейчас, можно я скажу? На то, что... Уточни, я не понимаю, вообще. Барки, строители, наоборот, депутаты. Мы пока не выяснили, что эта территория является или собственностью этого магазина сейчас, или тротуара. Мы выяснили. Узнали то, что эта собственность... Ну, все-таки это тротуарно. Правильно. И мы сейчас будем принимать действия к этому. Вот. Мы выяснили. Сейчас эту машиночку мы будем принимать на штрафстоянку. Здорово. Вот. А когда на ваших глазах человека давили на тротуары мира, почему не приняли? На наших глазах... Да, вы уже видели. Все камеры зафиксированы, все фиксировали. Если зафиксированы, то да, конечно, показывают. Все фиксировано. И извините, не хотите перед гражданином, а? Извините, пожалуйста. Не передо мной, а вот перед этим, которым вы послали. Я не послал его. Вы не послали, точно? Иди сюда, гражданин. Может, вы выйдете? А что, вы боитесь, что гражданин боится, что ли? Говорителю хотел позвать. Ничего смешного не вижу. Что значит, ничего смешного? Я вот точно ничего смешного не вижу. Человека посылают. Лейтенант, к вам обращался. Вы тоже меня игнорируют? Гражданин? Лейтенант, к вам обращаюсь. Фамилию назовите. Как вас зовут? Вы доник. Смите, с народом. Извините, я в должности вашего. Ваши родственники. Это звание, а должность? Инспектор. Извините, что изначально я вашим коллегам объяснил, что это, в общем, мы должны выяснить, это была собственность или магазина этого. Зачем? Ну, так если это магазины собственно... Секундочку. Такие с магазина, ваши протоколы, они принесут документы на группу разбора. Вот, мы это не хотели. Я из вас... Мы когда приехали, изначально позовите главному. Мы просто сказали, они его там, где-то находятся. А что я просил у вас? Вот у вас такое. Что я просил, и уже полчаса не могу получить. Мы сейчас выясним то, что... Что я вас полчаса уже прошу, и не могу никак получить. Это тротуар? Нет, секунду. Ты хрен с ним с тротуаром. Вот, что я вас уже полчаса прошу. Нет, ну, чтобы... Ты хрен с ним с действием с вашим. Вы вызываете... Секунду, секунду, можно я договорю? Можно я договорю? Можно. Субординацию соблюдаем, лейтенант. Я у вас на протяжении полчаса у двоих прошу, принять у меня заявление. Вы помните основную функцию с этой... Дальше разбирайтесь, как хотите. Полчаса я не могу у вас добиться того, чтобы принять у меня заявление. На меня там был совершен наезд, да, то есть не пропуск пешеходов. Да, у меня вот загрязнена одежда. Оттряхнул только, да. Гражданин ударил по моему помощнику, по камере. Не знаю, есть там повреждения, нету. Да, по моей видеокамере. Гражданин совершил движение по тротуару, стоянку на тротуаре и не пропуск пешеходов. Если это проезжая часть, пожалуйста, выдержите, не пропуск пешеходов. Если это все-таки тротуар, неважно в каком статусе, в хрене, статусом 2, это проезжая часть, не перебивайте с амортинацией. Либо мне протокол за то, что я не пропустил на проезжей части. Либо его протокол за, не пропуск пешеходов, стоянку на тротуаре, движение на тротуаре. Вот мое заявление. Мои данные готов продиктовать. Пожалуйста, протокол у меня есть у вас. Там есть у вас, да? Конечно, есть у вас. У Владимирской Федерации. Как только вы назовете законное основание, это кратко не требует. Тогда я прошу вас больше не заниматься попрошенничеством на службе. Только законное требование. Протокол принятия условного заявления. Я вам диктую данные, принимаете от меня заявление. Все, мы расходимся с вами. Начальник отдела, вот шапочку. Привычка опять. Пойдем в машину. Теперь принимаете заявление на майора Кудрявцева. Подойдите к заявителю, Кудрявцев. Он что, я не понимаю. Игорь, не вышел кое-чем. Игорь, давай народу служить. Не тыкайте, пожалуйста. А то что? Ничего. А то что? Я потерял к тебе уважение и буду к тебе обращаться только на пыль. А можно я буду тыкать? Заявителю просто ушел, бросил. Нормально. Это как вообще называется? Я заявление подавал. Заявление? Будет кто-то у меня принимать или нет? Конечно, принимайте. Да, принимайте. Или у вас по статусу не положено принимать заявление? От граждан. А почему вы ушли вы туда? Я же вам диктовал заявление. Вы взяли и диктовали. Как вы делаете? Вы на видео все записали. Вы проявили ко мне неуважение к гражданину. Принимая заявление, вы просто ушли. Я у вас не принимал заявление. Я вам диктовал заявление. Я взялся. Заявление принимайте. По-первых, не тыкайте, подождите. Почему? Потому что я сейчас занял. Чем вы заняты? Я к вам обращаюсь. Я еще раз говорю. Я же до этого пытался. Подождите, пожалуйста. Все, отказываетесь, да? Я не отказываюсь. Подождите, пожалуйста. Принимайте. Подождите, пожалуйста. Чем у вас так майор занят, что он не может принять заявление? Товарищ майор, к вам обращаюсь. Примите заявление, пожалуйста. Да. Берите протокол принятия установки заявления? А? Сейчас принять. Давай. Или тоже по статусу не положено принять заявление? Подождите, сейчас примем. Так берите бумажку-то. Сейчас возьмем. С ручкой. Берите. Мы ждем. Ждите. Мы ждем. Ждите. Сколько можно ждать? Час, два, полтора, три. Нет, длительный. Присаживайтесь уже. Майор полиции Скопенов. Майор Анатольевич. Командир отдельный, РОДУЖ, РПСНС. Ну, если какая-то провокация. Не, он подсчитает, что обращение к сотруднику полиции на «тырь» на нарушение закона. Он так удобен. Да. Ну, возможно, он почувствовал физическое воздействие на себя. В двух метрах от себя. Понятно все. Значит, будет подано заявление. Исправлесники были на Санкт-Петербурга на вас за отказ принятия заявления дважды. На Кудрявцево и на второго. Все, тогда что с ним? Бесполезно разговаривать. Дости пленарка будет вам? Или будете исправляться, товарищи майоры? Все, отказ зафиксируется. Отказывается, не разговаривает с гражданами. Все, пускай их начальцев убирать. Ну, это позор уже сотрудников полиции. Просто позор. Вот, оцените. Невский район просто позорится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!